Здравствуйте, друзья, меня зовут Максим, вы смотрите канал Заквайс. Давненько я не снимал в своем любимом ампула относительно приготовления пищи. Сегодня я вам покажу очень простой, но крайне полезный рецепт приготовления горячих сабов. Сабы такие длинные бутерброды. Возможно, что вы живете в том городе, где у вас уже есть сеть сабвэй. Пока что для России и страны это единственная сеть, которая начала вторжение на эту территорию. В Америке сабы достаточно распространенная штука. А мой рецепт берет свое начало с далекого 1986-1987 года. Походу расскажу, как это получилось. Тогда мы даже, кстати, не знали, что это саб на самом деле называется. Что нам потребуется для приготовления? Вот такой длинный батон, баночка с алмоном, семгой или, ну, короче, вот такая красная рыба примерно в таком размере. То есть вот уже эмпирически доказано, что вот такой баночка хватает на четыре саба, которые получаются из этого куска хлеба. Тертый сыр, томат-паста, оливки, лук. Ну, и сегодня я попробую немножко разнообразить свой рецепт, добавлю перчика. По ходу приготовления буду комментировать. Вначале мы режем батон вот так и потом вот так вдоль. Получается четыре саба. У нас получились вот эти четыре саба. Следующим номером нам нужно будет взять ложку, взять томат-пасту и сделать подложку такую, помазать все вот эти четыре саба томатной пастой. Потом мы откроем банку с семгой, удалим оттуда косточки, помнем до такого вот однообразного состояния и будем раскладывать рыбку вот на эти бутерброды. Пока поставим в духовку нагреваться до 400 градусов по фурендиету и, соответственно, потом все это будем туда засовывать в духовку. Следующим шагом после того, как мы нанесли томат-пасту, нам потребуется приготовить лук и приготовить заготовку, чтобы нанести рыбу. Я стал использовать семгу уже непосредственно в США, потому что в оригинальном рецепте, который придумала моя мама в 1986 году, присутствовал кильт в томатном соусе. И не нужно было наносить томат-пасту. Все происходило достаточно просто. Покупался батон нарезной, резался пополам, получалось только два саба. Покупалось две банки кильт в томатном соусе, которое скрывалось, немножко измельчалось, наносилось на этот хлеб без томат-пасты прямо в этом соусе. Резался лук и терся сыр на терке. Потом все это отправлялось в духовку и, соответственно, получались такие горячие бутерброды. Поводом для создания вот этих горячих бутербродов в 1986 году послужило то, что недалеко от нас открылась первая пиццерия, по крайней мере в нашем расположении, где мы жили на Юго-Западе. И сходив один раз, поняв, что тесто там не умеют хорошее делать, мы решили дома сделать какой-то свой аналог такой пиццы. Но лениво было заниматься с тестом, поэтому на ум пришла вот такая мысль использовать готовую заготовку уже готового хлеба, просто запекать в духовке. Ну и вот такой рецепт получился. Между прочим, с салмоном получается гораздо вкуснее, хотя мы здесь иногда с женой используем еще другой вид консервов. Есть здесь такая макроэльфтомати, и она весьма неплохо тоже получается вот с этими сабами. Ну и, соответственно, нужно еще иметь черные оливки, их нужно будет порезать, и, соответственно, сейчас вам покажу. Еще раз говорю, вот на такое количество 4 саба достаточно половины луковицы, которые нужно порезать полукольцами, и которые он потом будет выкладывать сверху рыбы. А рыбу мы сейчас будем измельчать. А рыбу мы сейчас будем измельчать, и мы будем измельчать, и мы будем измельчать. Ну, а сейчас будем лучок раскладывать. Необходимо вот эту половину луковицы распределить на все 4 саба. Больше лука не надо, это будет явный перебор. Ну, вот этого количества уже проверено практикой многократного приготовления этих бутербродов горячих. Вполне хватает, чтобы вкусовые качества были на высоте. Вот. Соответственно, у нас были эксперименты, когда мы добавляли другие ингредиенты. Сегодня я немножко добавлю перчика сладенького. Вот. Его нужно будет только мелко порезать квадратиками. Соответственно, в конце уже после лука и после оливок немножко положить сверху. Следующим этапом после лука необходимо добавить черные оливки, маслины. Соответственно, можно покупать уже измельченные, но гораздо выгоднее брать целиковые без косточек и самостоятельно измельчить. Просто, когда вы готовите на большую компанию, много сабов, уменьшается себестоимость готового продукта. Следующим этапом у нас будет предварительное прогревание вот этих самых бутербродов запекания. Мы положили в духовку, прогретую до 400 градусов, и на 15 минут закрываем ее и набираем в терпение. Потом мы бутерброды достанем, посыпем сыром и еще на 5 минут поставим, чтобы сыр расплакал. Ну и вот, собственно, результат. Готовый бутерброд. Приятного всем аппетита. На изготовление уходит приблизительно 25 минут. Да, приблизительно, Зинка? 25 минут уходит на изготовление. Российская devient приблизительно 35 минут. Похватーーn. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Симон-